я приветствую всех и каждого друзья с вами body напишите все ли хорошо слышите ли вы меня все ли потихонечку собираются я единственное что попрошу вас буквально пару минут мне нужно кое-что еще подладить и я сразу же к вам вернусь вы пока пишите все ли хорошо и рассказывайте как у вас дела вернусь буквально через пару минут а и а и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж, друзья, я снова с вами. Теперь давайте уже поприветствуем друг друга официально. Это наш третий стрим в прямом эфире, практически в прямом эфире. Мы вновь будем играть в Uncharted Dress Collections. У меня возникли небольшие проблемы, и самое интересное, что проблемы возникли с браузером Chrome. Что-то он у меня, видимо, с джавой или с чем-то, с флеш-плеером, какие-то косички, он у меня не проиграл музыку и вообще зависал, не хотел открываться. Очень много, что завязано на браузере, в частности, вот эти всплывающие окна, когда приветствует вас гифка байди, донат и все остальное. Много, чат, все завязано на хроме, поэтому если он не будет хорошо работать, соответственно, и все не очень хорошо будет работать в эфире. Лазал я в настройках программки, через которые я стримлю, все пытаюсь каким-то образом сделать все, чтобы было хорошего качества. С чатом, я надеюсь, вас все устраивает, потому что я долго с ним возился, самому пришлось во всем этом разбираться, но, как мне кажется, с чатом получилось все идеально и очень хорошо видно. Он крупный и читаемые буквы. Посмотрим потом, как будет это в игре. Если кому интересно, это такая небольшая программка, называется Капчат, специальный плагин для программки ОБС. Но не будем друг друга техническими различного рода вещами заваливать, просто главное, чтобы все работало. Также посмотрим, все ли хорошо работает с алерсами, то есть со всплывающими окнами, когда к нам присоединяется какой-нибудь новый человек. И для тех, кто в прошлый стрим организовывал донат, огромное спасибо вам. Не всплывали окна, сейчас все должно работать. То есть, если сейчас кто-то решит что-то задонатить, может быть, даже кто-то решит просто 10 рублей кинуть, чтобы проверить, и мы заодно это проверим. Потому что я сам себе кинуть не могу сейчас технически. Все должно работать, все должно отображаться на экране. Потихонечку мы приводим стримы в удобоваримое техническое состояние в плане организации, в плане самого качества картинки. Насколько я понимаю, чем больше народу, тем лучше будет качество. Я имею в виду, что вы сможете выбирать себе качество. Ага, не работает, да? Ну вот я так и думал. Я слышу, но не вижу. А вот если так, вот так должно работать. Хорошо, я понял, в чем проблема. Значит, что? Я сейчас хотел немножко в начале стрима попробовать повозиться с настройками, посмотреть в каком качестве будет лучше. Но решил оставить все как есть, посмотреть. И если что-то будет совсем плохо, вы пишите. Не убегайте, пожалуйста, из чата, со стрима. Просто пишите, что плохо. Если у большого количества будет плохо, мы попытаемся что-то сделать. Но ориентируемся опять же на тех, у кого все хорошо. Потому что если у кого-то все хорошо, значит кому-то очень хорошо я передаю. Правильно? Правильно. Попиваю параллельно чаек. И на меня за это не обижайтесь. Так, давайте теперь обращу внимание на чат, немножко почитаю. Всем приветствую, каждого, кто к вам присоединился. Качество дали, потом снова отобрали. Бывает. Я, к сожалению, не могу за твич все решать. То есть, моя бы воля, у всех было бы идеальное качество. Но я не просто не знаю, как технически это сделать. Было 300 человек. Да, не в людях части. Не в количестве. А в качестве. Так, если у вас есть какие-то вопросы, у вас есть буквально минутка мне их задать. И мы отправимся уже непосредственно в игру. Я неделю за нее не садился. Соответственно, опять вначале буду фейлиться и умирать. Ну, а там, что называется, разыграемся. В середине прошлого стрима я подразыгрался. Уже нормально что-то можно было. Смотребельно было. Как самочувствие, как дела? Да, все хорошо, в принципе. Завтра начинается новая рабочая неделя. Отдохнули хорошо. Продуктивно. В хорошем смысле этого слова. Главное, что... Да, я еще забыл сказать, кто не в курсе, чат будет недолгий. Я думаю, мы закончим примерно в половину... Так, по Москве половину десятого. Где-то вот так вот. Ну, потому что надо в банке спать. Любимая жена ждет меня в кровати. Так, все, вопросов больше не вижу. Поэтому отправляемся прямиком в игру. И там все тестим. Сейчас, только секундочку. Закончим мы с музыкой. А то в игре своей музыки достаточно. Так, сейчас заодно проверяем чат. Как в нем что. И все, отправляемся, видимо, с вами уже... Напрямую мы с вами в игру. Хорошо. Живет на свете Винни-Пул. От того поэта на те песни вслух. Так, ну что. Не вижу ничего в чате, но... Вроде в чат должен подсоединиться. Пишите что-нибудь, чтобы я мог проверить, что все хорошо. Ку-куу. Кто-нибудь есть живой? Чата не вижу. Так, фпс у меня стабильный. Потери кадров у меня нет. У меня должно быть все хорошо. Не знаю, как у вас. Да, маленько что-то подпроседает. Ну ладно, сейчас посмотрим. О, отлично. Крест благодарю. А то я уже думал, что что-то у меня в настройках неправильно. Так, сейчас я опять буду обвлекаться в управление, потому что я его ни хрена не помню. Ни хрена тушки не помню я. Помню только, что нужно убивать. О, смотри, как я попал. О, видали, как я красиво сделал? Асадат 76. Привет, если ты 76-го года, то особо тебя приятно здесь видеть. Если ты 76-го региона, то не менее приятно. Качество стабильно хорошее. Ну, слава богу. Ну, я вообще бы, желательно бы, вообще, каждый, кто на стриме присутствует, отписался в чате. И чтобы мы хоть какую-то такую статистическую с вами погрешность вывели. Deadless3, привет! Плаваем, плаваем. У меня качество хорошее, я вам так скажу. У меня все устраивает. Есть небольшие проседания, надо фпс, но, я так же понимаю, они с игрой связаны. Вон он! Так, у меня что? У меня автомат. Пошли, куда пошли? Опять вот эти хуороты, опять они меня убивают. Сейчас, а главное, чтобы украти, мы они разбили. Я опять в попе, да? Или попа во мне. Закидаю их гранатами. Черт подери. Так, мне нужно патроны. Сейчас пока чат не читаю. Ну, 76-й год не такой уж ты и дед, но... Ты на 10 лет старше меня, если я считал себя старый. Получается, ты вообще старье. Ну, в хорошем смысле, конечно. Я называю это не старость, я называю это опыт. Зе Макс Адвент 123, тебе привет. Сейчас, парни, я маленько пристреляюсь, потому что реально, когда долго не играешь... Еще сейчас вот буквально, перед стримом записывал Ведьмака две серии, которые завтра выйдут. Восьмая и девятая. И поэтому сейчас надо перекинуться маленьким управлением. Ну, просто... Я думаю, Богдан там выведет общий знаменатель, что по качеству. Потому что, я так понял, я особо не следил, конечно, потому что мне нужно уделить внимание... ...игре, но я так понял, что в прошлый стрим очень много народу убежало. Именно из-за того, что качество каким-то образом... Ой, что я делаю? Упало. Неведомо для меня образом. Поэтому мне бы этого не хотелось. Вы же знаете, я пока за качество всегда ратую. Тормозить редко, это хорошо, я так понимаю? Так, что? Пишите, как у кого дела, как прошли выходные, кто что делал, кто что собирается делать. У кого какие новости, у кого какие старости. За игровыми новостями вообще не следил. Если что-то на этой неделе, на этих выходных, какие-то новости вышли там. Ну, не знаю, там, может, Fallout 5 объявили там, или еще что-то. Ну, я шучу, конечно. Вы мне пишите, будем с вами вместе это обсуждать. Так, мне опять дают советы. Мне нужно вот туда. Хорошо. Я примерно понял, куда мне. Я тут патроны собираю. А то что-то как-то с потрашками тут. Не очень качественное. Что, попробуем отсюда? Качество идеальное, интернет не тянет. Макс, ты как всегда. Как ты, если тебя интернет не тянет? Как ты можешь сказать, что качество идеальное? Да, что-то как-то я отвык от игры совсем, особенно от прыжков. Что, я запрыгну сюда, как думаете? Или мне вот сюда? Вероятно, мне сюда. Не знаю, у меня чат читается, игра играется, блин. Не могу вам точно сказать, у кого что. Так, мне куда? Мне вот туда, все, понял. Честно, мне что-то с управлением в этой игре очень много чего не нравится. Я всегда не уверен, что он допрыгнет. Вот честно вам скажу. Если, допустим, в том же Assassin's Creed, да, прыгаешь, знаешь, он прилипнет. То тут я обязательно жду, что он меня припозорит перед вами. Так, по-моему, я в нужное русло пошел, да? И сразу в укрытие, сразу в укрытие. Ой, дробаши пришли к нам. Блин, тут жеучий. Если бы меня даже просто по касательной, одна пуля пролетела, я бы уже умер. Не от пули, так от страха. А у них влетает. Так, что по качеству? Настройки не меняем, ничего? Который кусался. Ой, сам себя сейчас забил. Это забавно, это я всегда люблю. Это я всегда люблю. Ой, там еще один. Не надо меня зажимать, я же не девочка. Ух ты, дарит меня, колоти. Что-то прилетело мне очень большое и болючее. Кто там такой? Прекрасно. Сейчас, по-моему, укрытие мое взорвется, да? Да, как я и думал. Я, кстати, маленько поменял настройки сенсы, но... Особого для себя удовольствия я в любом случае не вижу. Там какой-то с гранатометом, что ли, паршивый какой-то газис был. Вон, вижу тебя. Вот только мне стоило присоединиться в твою долганую голову. Так ты оттуда ушел. Качество нормальное, хорошо. Не знаю, не получается у меня достигнуть качества, которое я хочу. Я знаю, что люди стримят на хорошем качестве, но, блин... Перерываю весь интернет в свободное время, которого у меня, кстати, не так много. Это что сейчас было такое? Кто там меня шмаляет? Какую-то гадостью непонятно. Все, вижу. Вижу, вижу, этого смола. Так, почем предупреждать? Предупреждать хотя бы за день следующего... Друзья, я в прошлый раз за сутки предупредил. Народ не собрался. В этот раз, я честно вам скажу, я ничего не планировал. Просто... Часов, наверное... Часов, наверное, в пять... В шесть по моему времени, а это три по Москве. Я решил, что, скорее всего, я постримлю. Ну, так, я просто хотел чат проверить. Потому что я там долго с ним возился. Не быстро у меня это получилось. Ну, знаете ли, я уже раз говорил, чтобы в чем-то разобраться, нужно в это окунуться. Поэтому... Потихонечку мы с вами стримим проводим. Я потихонечку в каких-то тонкостях разбираюсь. Может быть, со временем я пойму, как идеально вообще качество для всех обеспечить. Ну, пока... Все делаю по гайдам, да? Которые говорят, что при этих настройках все должно быть супер. А учитывая, что у меня комп не самая последняя говнишка, все должно быть вообще нормально. Я вот думал, может, какие-то плагины ставятся. Может быть, что-то на самом твиче нужно настраивать. Может быть, нужно... Может быть, нужно каким-то образом... Ты сдохнешь уже, у меня патроны закончились. Представь, какой бы... Асадат? Ну, мы с тобой уже здоровались. Так. Может быть, как-то зависит от партнерки. Не знаю. Я знаю только, что мне надо сейчас пособирать патронов, иначе я буду в попочке. Хорошо. Это уже лучше. Так, там дробаши идут. Это вообще плохо. Это вообще не замечательно. Ладно, давай. Прям он сам под мою очередь подбежал. Я даже не планировал убивать. Хотел с ним чаю попить. Слушай, вроде их убиваю, а что-то потронуть нигде не вижу. Ой, я согласен с тобой насчет поиграть и посмотреть. Но я что тебе могу сказать? Я тебе советую посмотреть. Как играют профессионалы. Шучу. А знаешь, когда обидно, когда ты хочешь поиграть, а у тебя просто тупо нет времени на то, чтобы поиграть. В какой стране я проживаю? Вот этот вопрос вообще меня, честно говоря, немножко удивил. Но я живу в России, в славном городе Омске. Это Сибирь. Между Новосибирском и Уралом находится. Это славный город. Живу здесь с рождения и, в принципе, не планирую никуда уезжать. Если жизнь, конечно, не поставить другие правила. Так, вроде мы тут все зачистили, да? Я тут что-то пока болтал, вроде как всех поубивал. Лады. Ну, маленько Сенс поменял, кстати говоря, под себя, и сразу стало легче. Вот что Сенс животорвящий делает. Так, я сегодня, кстати, вот буквально за пару часов до того, как стримить, записал две серии, восьмую и девятую. Я вам скажу, девятая серия будет просто огонишка. Восьмая тоже хорошая. Ну, девятая прям огонь. Войпус, сокровищ нашел. Девятая просто огонь. Так. Такая небольшая рекламка. А Star Wars, а как он будет, если бы это уже закончилось? Я тут что-то хотел поиграть, а меня не пустили, говорят. Огонь на поражение! Ух ты, блядь! Ой, прошу прощения, я испугался просто. Да, отлично! Я помню, что испугался, не ожидал. Я слышал, что он где-то там, но я не думал, что он настолько близко. Так, ты что хочешь? Что ты вообще прятал себе такой? Ну что, вообще, ничего смысла этой комнаты, для чего здесь делали? Дэд лес, а ты откуда? С какого славного города Сибирского? Так. Все, идем по-маленьку. Reason... Reason 3? Да будет, я сказал, как только появится перевод. Какой-то желудочень. Вот это должно быть, по-маленьку. Антон, ты меня расстраиваешь. Ты расстраиваешь меня и Аркадия Якубовича. Причем, его больше, чем меня. Тормози, да? Может быть, давайте я попробую что-то поменять? Давайте что-нибудь попробуем поменяться в настройках. И что-то получится у нас с вами. Так. Я что-то повернул, а что повернул, сам не понял. Думал, а, вот все, наверное, нашел. Я так понимаю, возможности Source менять нету, да, у нас сейчас? Да. AngryGree, это хорошо. Нуринг. Кстати, если я не ошибаюсь, Нуринг, большое спасибо за донат. Потому что почему-то мне твое имя в голове отложилось. Если я ошибаюсь, то в любом случае спасибо за внимание. Так. Что-то я не понял, куда я пришел. Вижу. Да ладно, я не так уж, что сильно я матерюсь, что у меня сейчас такого слышали-то от меня. Максимум слова, блин. И то, когда сильно напуган. Так, это что-то как-то непонятно. Я что-то хочешь сказать, что я сюда допрыгну? Я что-то очень сильно сомневаюсь. Ну ладно, но главная проблема. Не верю в собственные силы. Quant Human, это хорошо. Так, а мне куда? Мне сюда? Нет, не сюда? Куда? Эй, я что-то не понял, куда мне? Я что, допрыгну, думаете, что ли? Да я не допрыгну никогда в жизни. Ну куда попробуем слезть, что ли? Зашибись, я слезу. Почему он не зацепился-то? Ой, сколько я зацепился-то? Да это не тайно. Ой, ты откуда, пожалуйста. Опять. Какая тайна? Я на канале не зарабатываю ничего. Максимум. Самый большой, самый большой заработок с канала у меня был тысяч пять, по-моему. И кто там опять? Я, конечно, сглупил, что я там упал, но я просто не понял, куда мне дальше двигаться. Самый большой забрал пять тысяч, это было еще времена, когда, помните, каким-то образом популярен был Незер. А так, в среднем, ну, до тысячи, максимум тысячи в месяц. Так что, не думайте, что я занимаюсь этим ради заработка. Это так, знаете. Вообще, мне партнерка изначально, я мечтал о партнерке только для того, чтобы мне можно было превьюшки делать. Потому что без превьюшек как-то было совсем стримачно. Поставил ты себе определенные цели. А какие я могу поставить цели? Максимум, что я могу делать, это стараться давать качественный контент. А насчет рекламы, ну, вы же видите, кто, хоть маленько сли... Держите, куда мне надо? Объясните мне, я что-то вообще тупый, куда мне надо? Почему я сюда пришел, а здесь ничего нет? Вы что, хотите сказать, что я сюда допрыгну, я не допрыгну? Все понял. Я действительно туп. Ну, а ты что, думал, сентом долларов, что ли, если бы я зарабатывал? Тысячу долларов с канала, вот, ху! Так что ж ты будешь делать-то, почему ты не цепляешься-то? Как только про доллар разговор пошел, я сразу начал умирать, ребята. Не отвлекайте меня долларами. Рублей, конечно, каких долларов-то? Ты что? О чем речь? Я понял, что на проблеме, мне там нужно в другую сторону было. Я налево пошел, мне нужно направо, сейчас все будет. Вообще, я вам, конечно, могу много про YouTube-секретов раскрыть. Если вам интересно, давайте на эту тему пообщаемся. Например, я могу вам сказать, что в среднем с тысячи просмотров на хорошей партнерке человек зарабатывает где-то примерно доллара два. Вот и посчитайте, сколько зарабатывают люди, у которых сотни тысяч просмотров. Ты почему не делаешь всякую лабуду? Так. Хорошо. Давай. Дую. Так, все. Теперь, интересно, допрыгну. Все, понял. Я там просто ходил, а нужно было прыгнуть. Сейчас все будет, сейчас придем. Рубль падает, да. Падает, падает рубль. К сожалению, не от меня зависит. Нет, вообще, вопрос заработка на канале для меня вообще никаким образом не стоит. Я сюда только вкладываю. Наверху? Хорошо. Мы сделали это! Мы добрались! Так, какую-то тень вижу сзади, мне-то не очень нравится. Ага. Жопа, они, по-моему, повылезали. Хорошо. А, ну я понял, что я могу сказать. Ну, какие вас секреты интересуют? Там секретов-то не так много, просто... Просто секрет один. Если ты зарабатываешь, ты зарабатываешь. Если ты делаешь что-то для себя, ты делаешь что-то для себя. Ну, конечно, есть какие-то люди, которым нравится делать непонятные вещи и за это еще зарабатывать. Это вообще-то идеально. Знаете, как говорится, если найти себе работу по призванию, да еще на этом зарабатывать, это же счастье в жизни. Так. Атмосферный хоррор. Я уже говорил, у меня штук 5 хорроров лежит. Ну, я вот сейчас хочу Ведьмака пройти. 23-го ассасин выходит. Ну, какой-нибудь хоррор зацепим рано или поздно, честно вам скажу. Я же не зря их покупал, правильно? Так, судя по всему, я пришел. Нет, ну, very grand, weiser, weiser. Я бы с удовольствием зарабатывал на канале. Тут же надо понимать, что для меня главное, что я никогда не приступлю через себя. То есть, я примерно понимаю, что нужно делать, чтобы зарабатывать, да? Но я не могу это делать просто в меру своего возраста, своего, не знаю, ну, как бы это пафосно не звучало, интеллектуального развития. Какого-то там, опять же, пускай пафосно не звучит, социального положения. Елену убили. Я что-то тут долго тянул, что-то. Ну, пошли туда-туда Елену спасать. А то мы тут про деньги, а там Елена страдает. Прекрасная. Всем лежать, работай домой. Супрайз! Супрайз, мотовхака! Ладно, давай поищем путь к гавани. Надеюсь, лодка еще там. Освои твич, там же прежде, территорию, которая у них с канала. Здесь тоже есть постоянные модеры, они смыслят в настройках. Ух, не знаю, я не хочу переходить. Амазадс 4... Чё тебе надо, Лена? Чё от меня требуется? Я тут про другую? Про жизнь? Ладно, наверное, сюда. Так вот, layers of fear, я не знаю, когда выйдет дополнение. Ну, в смысле, продолжение. Всё, что там можно было, мы прошли. Насчет детей пока нет, но я в процессе их создания. Так. Нужно привлечь в аудиторию, здесь тоже есть постоянные модеры. Так вот, насчет твича. Я не собираюсь сюда переходить на постоянку, по той самой причине, что я сюда не смогу перейти на постоянку, пока я не буду давать вот здесь хорошего качества. У меня не получается здесь давать хорошее качество. Вы же видите, что много народу уходит, и я вижу по записи, что качество не самое идеальное. Не он ван. Здравствуй, дорогой. Так, давайте посмотрим кассцены, а потом продолжим. Я пока читаю ваш чат. Это старые грузовые отписи. Ого. А они хорошо сохранились. Эй, смотри-ка. Вроде похоже. Эсперанца. Отплыла из порта Кальяо в Перу, на борту 800 слиптов золота, 1200 серебра, изумруды, золотые маски, украшения. Ого, читаешь староиспанский, как родной. Видать, непростой расхититель могил, да? Нашел. Золотая статуя. Вес 20 арок. Больше 500 фунтов. Это она? Ух ты. Точно она. Да, выглядит жутковато. Больше записей нет. Это чей-то подарок? Что? О, ну да, можно и так сказать. А, а я-то думала, ты из тех, у кого поделится в каждом порту. Если бы. Нет, это кольцо Франсисо Дрейка. Я его вроде... Сейчас я всем отвечу, я все вижу. Сик парвис магна. Великое начинается с малого. Его девиз. Глянь дату. 29 января 1596-го? Через день после его кончины. Стоп, а это что за число сбоку? Координаты. Это у берегов Панамы. А, так вот как ты вышел на гроб. Да, именно. Дрейка ставил это кольцо, как подсказку с указанием на место. Тому, кого хватит мозгов расшифровать? Лезть не поможет. Мы все равно отсюда валим. Боюсь, что Эльдорадо мы увидим только на бумаге. Так, во-первых, по порядку. Assassin's Creed выходит 23-й. Брейдер я не помню, когда выходит, напишите мне. Но, по-моему, он выходит в ноябре. Поэтому мы вполне успеем Assassin's Creed пройти, вероятно. Reason 3 и переход я сомневаюсь, что выйдет в ближайшие пару месяцев. Я думаю, он даже до Нового года не выйдет. По поводу качества. Это хорошо, что качество нормальное. По поводу... Кстати говоря, для тех, кто удалил сообщение про детей, я не знаю, кто Богдан, или кто... Не надо ничего удалять. Если какой-то вопрос мне покажется некорректным, я вам об этом скажу. Так, насчет крест. Насчет того, что нужно игру менять. Я уже говорил не раз, я никогда не буду конъюнктурщиком. Если бы я делал то, что популярно, я бы тогда постоянно делал ролики по Counter-Strike, по какими-нибудь Fight Nights Freddy85 и по какому-нибудь Minecraft. Я играю именно в то, что мне интересно в данный момент времени. То, что выходит новое, и, соответственно, опять же, мне интересно. Если это новое, и мне не интересно, я в любом случае не буду это играть. Так вот, меня просят, допустим, поиграть в Minecraft Story Mode. Я не хочу, но не вижу смысла в этом. Мне интересно. Я, честно говоря, считаю, что... Игра Престолов у Телк Тегмс довольно-таки посредственная вышла. В плане накала. В плане, знаете, какого-то, что ли, желания играть дальше. То есть мы, конечно, пройдем последний эпизод, но я не могу сказать, что я прям в восторге. Ну, понимаешь, аудитория вещь такая. Нельзя заигрываться в аудитории. Кардиограмма, приветствую тебя в нашей семье. Нельзя заигрываться в аудиторию, я считаю. То есть, во-первых, я уже сказал, это не мой заработок, чтобы я как бы приступал с себя ради какого-то статистического показателя. То есть, я понимаю, что примерно, что нужно, чтобы быть более-менее популярным. Но тут, во-первых, очень много играет связь человека со зрителем. То есть, кому-то, допустим, интересно смотреть мои прохождения. Такие люди есть, и я благодарен им. Кому-то неинтересно. То есть, все люди разные. Есть каких-то людей больше, каких-то меньше. Есть какие-то вещи популярные и общепризнанные. Есть вещи какие-то для узкой категории людей. Я не хочу сказать, что я там лучше, чем кто-то. Но просто мой стиль вещания, мой стиль подачи материала, мой темперамент, моя, так сказать, скорость разговора. Все вот эти нюансы для кого-то близки, для кого-то нет. Поэтому просто что-то для большой аудитории, что-то для более-меншей. Это нормальная линия. Лена, ты давай отстреливайся, может, уже что-то встало-то. Там стреляет по нам. Так, а с твоим мнением, какая самая лучшая игра этого года? Ребят, я вот только начал читать с Counter-Strike сообщение, до этого отстреливался. Поэтому, тут если там что-то задал вопрос, я не услышал, призадайте заново, пожалуйста. Ух, как, видали, как я дал, а? Я когда успел вообще гранатомет подобрать? Так, давай обратно. Или отстреляемся? Два патрона, не малого там. Лучшая игра года? Да ведьма, лучшая, видимо, игра года. Это однозначно. Это к гадалке не ходите. Во-первых, оригинальная игра крутая. Кутинго, приветствую тебя. Во-первых, оригинальная игра крутая. Во-вторых, дополнение вышло вообще просто крутейшее. Я не буду спойлерить две серии, которые будут завтра. Восьмая, девятая. Но там настолько видно, что они очень сильно поработали над подачей материала. Вот именно режиссура, именно вот эти катсцены, диалоги. Просто на уровне. В оригинальной этой игре это очень круто. А тут прям на голову круто. Я боюсь даже представить, что будет во втором дополнении. Так, а я не помню, что держать надо, что ли? Лина, ты меня раздражаешь своим бездействием. Нет, я не знаю, что про ссылки. Просто мне показалось, что ты удалил сообщение на вопрос про детей. Если мне показалось, то извини. Ну, еще поснимать. Нет, вообще по поводу вопросов задавайте любые вопросы, я говорю. То есть, то, что я посчитаю некорректным, я или проигнорирую, или об этом скажу. Поэтому мы же с вами для этого эти стримы придумали, чтобы можно было с вами пообщаться на любые вопросы. Это, знаете, своего рода замена подкастам. Потому что меня часто спрашивают, где подкасты, где подкасты. Ну, вот их замена. Вы мне задаете вопросы, я отвечаю. Так, моя цель лодка. Как обычно, здесь везде все нестабильно. Я не знаю, какие кнопки где. Я потому что играю в Ведьмаган на иксбоксовском, это, геймпаде. А тут какие-то треугольнички, какие-то квадратики. Сейчас хоть запомнить, квадратики, крестик. Сколько поставишь этой игре, этой какой, отчартера? Не, ну, начнем с того, что я проходил эти игры, их на выходе, на плойке третьей, да? Так, и куда вы хотите, чтобы я прыгал? Этой игре я поставлю как минимум 9 из 10, потому что каждая отдельная игра по-своему крута. А в сумме, когда за цену одной игры вы получаете 3, если вы до этого не играли, то это же круто. Так, что от меня надо? А меня тут грант убросили. Так, я торопиться не буду, вроде не убиваю. Я не помню, что ты тут вполне смолеет, так что я умираю. У меня же не попадает. Вот мне сюда куда прыгать-то надо? Сюда? А что ты будешь делать-то? Может мне сюда вниз? Давай попробуем. Нет, нельзя, да? Что-то под туполевым. Я так и не понял, что от меня надо. В дверь я прыгнуть не могу. Куда мне прыгнуть? Что за дебилизм? Сейчас разберемся. Тема контры, бадди неуместна, вот игнорируют. Нет, в смысле контры неуместна. Я в нее периодически даже бывает поигрываю там полчасика. У меня не так много, может быть, как кому-то хотелось. Это игра для разгрузки, а не для загрузки. Кто у меня нападает? Я не понимаю, что от меня надо. Сейчас, короче, будем всех перемучивать с автомата, а потом разберемся. Потому что какая-то лабуда началась. Потом уже спокойно будем прыгать. Я там кто-то присоединился, извинения, не увидел. Я тебя приветствую в любом случае, дружище. Я тут пытаюсь понять, какого фига я умираю и потуплю его. Так, все, там все умерли. Там в конце замок. Все, понял. Видишь, тяжело обратить на это внимание, когда и чат смотришь, и при этом пытаешься еще не умереть. Где замок? Вижу. А ведь реально замок был. Вот сволочь, испрятали от меня. А вы глазастые, вы молодцы. Не, Контру я люблю, но просто я не вижу смысла, что там, какие ролики делать. Снимать какие-то там школьники агрессы, но, блин, это вообще не мое. А просто, как я играю в Контру, еще и вертолет. Какого хрена, сейчас подтупливать буду жестко вообще. Потому что видно, что это прям арена. Ди Би Макс, привет. Если я правильно произнес твое имя. Ох, там шмарляет какой-то. Давай закидаем, а там разберемся. Блин, с двух сторон обложили. Так, спокойно, я сейчас помолчу, чат не читаю, ребят, сейчас, простите меня. Откуда шмарляет? Кстати, мне эта эмочка больше нравится, что по качеству стрельб будет. У нее отдача поменьше. Сейчас, парни, этот эпизод пройдем и будем с вами там дальше заниматься всеми гулами. Важно, менее важно. Так, двигаться надо, я понимаю, но я просто не вижу, откуда смотришь. Сейчас все будет. Сейчас я маленько стреляюсь, потом подберу патроны. Главное, чтобы меня тот не зацепил. Так, ты кто? Ты может уже умрешь, душе сейчас? Я поймал, что мне надо двигаться, но просто если я сейчас выйду, я точно сдохну. Еще все, не умер. Просто жесть. Все, зашибись вообще, ребят. Пацаны вообще, ребята. Смотри, он меня видит, что ли? Невероятно, он меня видит. Да. Наконец-то этого афроамериканца убили. Хорошо. Сейчас застреляемся. Отлично. Так. Давай патроны собирай. Где ты там, мой маленький? Ой, там жопа вообще мира. Вообще не то взял, что хотел. Сейчас потихоньку к нему подойдем. Там еще один, что ли? Ты е... Ты откуда взялся? Вообще, откуда взялся? Черт. Так. Да откуда вы беретесь-то? Да что бы... Вот откуда он взялся вообще, а? Я уже был близок к успеху. Да умею ее готовить, конечно. Знаете, какое макарон по-флотски дело? Даже не представляете себе. Вот только начал отвлекаться на чат, блин, уже был близок. Всех перестреляли. Ладно, гранты я пока оставлю. Что ж ты сдохнешь уже? Так все, парни, я не отвлекаюсь. Я даже немножко помолчу. Насладитесь тишиной. Вижу. Так, это у нас мало-то плохо. Само-то страшно, что я иду туда. Они подбегают сзади. Что-то все еще не у меня. Да, но с таким разбросом, конечно, тяжело. Прикончим его. Бля, откуда вы там взялись-то? Столько народу. Сейчас опять сзади, смотри, перерегутся, нет? А я же тебя убил. А, это другое, все, понял. Ладно, сейчас разберемся. Попаду, нет, туда. Давай попаду, давай попаду, давай попаду. Не попаду. Хорошо. Так, сейчас полегче будет. Сзади опять пришли. Что, их есть, то нет? Не, бесит их живучесть, просто убивает. Так, фпс, не падай. В ответственный момент. Кто там? Где вы сялись? Смотри, что творит. Все, падла. Ушу, уху тебе. Я его вижу. Еще? Кого там видишь? Ты бежелся. Что, не убил? Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Сейчас нельзя умереть вообще. Да откуда ты? Так, парни. Перерыв. Отдых. Просто какая-то нереальная обосрака. Так, давайте отвечаем на ваши вопросы. Так, чатик, я надеюсь, загружится с того места. Все, кто писал какие-то вопросы, пишите сейчас еще раз, потому что... Потому что я совершенно не обращал внимания на чат, я зол, как собака. На легком месте я не могу пройти под конец причем. Приноси свои макароны по-флотски, не торчивьте для семки. Готовлю, кстати, да. Яичницу, макарошки по-флотски. Да я все могу приготовить, в принципе. Руки у меня не из задницы. Другой вопрос. Насколько это будет вкусно тем, кто считает, что он гурман? Как раз стрим-контуру. Хотя бы полчаса, сейчас интересно посмотреть игру. Во-первых, просто от тебя. Во-вторых, сам. Видишь, в чем смысл? В контуру надо играть сосредоточенно. Так же, как в любую другую игру. Вишь, я сейчас отвлекаюсь на какие-то моменты. И элементарно фейлюсь на моменте, который я бы, если бы играл молча, я прошел бы на раз сразу же. Спокойно бы потихонечку всех высекал. А тут у меня глаза все равно на чат отвлекаются еще на что-то. Получается, что и не туда, и не сюда. Бионета 2. Бионета 2 же у нас вышла на Wii U, если я не ошибаюсь. Бионета 2 вышла на Wii U. Ну, я не знаю. Я не очень люблю слэшеры. Тем более, слэшеры такие, знаешь, конкретно, фантазийно, абстракционно... Абстракционно... Даже не знаю, слово куда подобрать. Умно тебе такое. Когда на экране происходит миллион событий, всплывают всякие вот эти очки и все в таком роде. Я Devil May Cry из-за этого не начал играть. Потому что меня бесит эти вот постоянно большое количество на экране всплывающих окон, большое крестство врагов. Я вообще слэшеры не очень люблю. Я помню, что я обещал Бионету 2, но не вижу смысла на нее тратить деньги. Я вряд ли получу от нее удовольствие. Семен Кентер, работающий. Я уже говорил, я тренер по современному Петербургу. Готовить умеешь или жена всегда готовит? Я уже сказал, в основном, жена у меня очень вкусно готовит. Но иногда, чтобы ее порадовать, завтрак в пастельку я приношу. Какие ты смотришь западные? Что западные? Поясни, пожалуйста, что западные? Устрой голосование насчет контры в группе. Такое же все видеть на стриме. А вот что в группе? Сейчас, Богдан, проведи голосование. Контру стримить надо или не надо? И мы поймем. У каждого листа флешика есть своя фишка. Так вот, какая фишка у тебя? Который раз первый смотрит. Я не могу понять, какая фишка у меня. Я просто сажусь, играю и стараюсь донести до смотрящего меня зрителя. Во-первых, атмосферную, которую передает игру. Во-вторых, я стараюсь показать максимум контента, который игра предоставляет. Во-вторых, я... Во-вторых, я стараюсь играть не торопясь, не на скоростное прохождение, а именно получить удовольствие самому и чтобы зритель получил удовольствие. Я, понимаете, я делаю все так, как я бы хотел смотреть этот летсплей. То есть я, конечно же, видел чужие летсплеи и смотрю периодически некоторые. И вот именно так, как я хотел бы видеть это, я так и делаю. Так, бороду отрастить не думал. У меня борода плохо растет. Знаешь, это что-то как-то тридцатник уже, она нифига не растет. А так бы, я, может быть, даже отрастил бы. Ты играешь в игры серии Dark Souls? Я играл во вторую часть на канале, даже делал первый взгляд. Я ее там прошел, может, наполовину, даже, по-моему, почти до конца. Но она для меня слишком, слишком, знаешь, даже не столько сложная, сколько замороченная, что ли, в этом плане. Она интересная, но мне кажется, ее интереснее смотреть, чем играть. Вот так, я, допустим, прохождение Bloodborne я смотрел, да, я его не играл. Но я его смотрел, мне интересно смотреть, как другие играют. Самому играть мне вряд ли понравилось. А, сериалы какие-то западные смотрел. Вот сейчас, буквально вчера досмотрел последнюю серию третьего сезона элементарно. Сейчас четвертый сезон будет. Мне очень нравится. Я люблю такие легкие сериалы, когда каждую серию происходит какое-то одно расследование, а параллельно идет какая-то несложная нить повествования, единая, за которой легко следить и которой, в принципе, немного. Так, знаешь, вечерком посмотрел одну серию и забыл. Ну, а вроде и помнишь, что там. Сандалики фишка? Ну, я не знаю. Какие сандалики фишка? А, бляха от сандаликов? Ну, я не знаю, как бы. Я, понимаете, я никогда не сажусь и не думаю, что я скажу. Я, то есть, я сажусь, и вот какой я в жизни, я такой и в своих видео. То есть, я никаким образом... Я, вот знаете, вот честно, на меня может тебе кто-то обижаться, кто-то не обижаться, может сказать, что я завидую или еще что-то. Но я же интересуюсь все равно Ютьюбом. То есть, у меня хоть времени немного, но я все равно просматриваю некоторые моменты. И я очень много смотрю популярных людей, как бы, просто включаю и пытаюсь понять, чем ли они цепляют. И мне, честно, иногда кажется, неужели люди не видят, насколько, во-первых, человек, можно сказать, недалекий, в принципе. Или он по жизни недалекий, или он пытается казаться недалеким. Но вот это, знаете, запредельная актерская игра на уровне... Если кто смотрел Комеди Клаб еще из первых выпусков, там есть такая миниатюра. Советую всем посмотреть. Я очень люблю ее... Ну, как люблю, не пересматриваю, конечно, но просто люблю ее в пример приводить. Харламу Батрудину, когда вы переигрываете. Нет, я переиграю. ВИТЯ! Вот можете набрать на Ютьюбе ВИТЯ с длинными буквами там ВИТЯ и посмотреть. Вот у меня такое ощущение, что большинство людей именно таким образом, то есть переигрывают во всех аспектах. Там, где не страшно, пытаются изобразить страх. Там, где не смешно, пытаются смеяться. То есть, ну, это какая-то, по моему мнению, неадекватность людей притягивает. Ну, я не знаю, как бы я не могу залезть каждому в голову и сказать ему, что правильно, что неправильно. Не обязательно, что моя позиция и мое мировоззрение правильное. Ну, у меня такое мировоззрение, просто я по-другому не умею. Видео про это, когда-нибудь смотрел, про это это про что? Поясните, пожалуйста, что-то сегодня или я потуплю, или вы вопросы как-то задаете маленькой витиеватой. Почему ты не играешь? А я говорил, я вам честно могу сказать, я как бы всегда со зрителями честен. С Каляном, Пауком мы играли давно уже. Видимо, тогда я им был интересен. Сейчас я как бы обращаюсь, иногда периодически переписываюсь. Не, мы как бы у меня хорошие с ними отношения, мы поздравляем с другими с днерождением, что-то обсуждаем, но, видимо, просто в летсплеях со мной они не заинтересованы в качестве прокачки своего канала. Как бы не видят во мне какого-то потенциального бустера. У них есть как бы возможность играть с тем же Алексом и Куплиновым, у которых большое количество народу и просмотров. И как бы это с точки зрения Ютуба, опять же, это выгодно. Я в основном, конечно, стараюсь играть с теми, с кем мне интересно. Я, опять же, для прокачки, конечно, бы поиграл и с тем же Алексом и с Куплиновым, но просто я им не интересен в этом плане. А на Ютубе, поверьте мне, мало кто играет вот так вот ради удовольствия. То есть все все делают только для того, чтобы себя прокачать. Но я как бы и Коляна, и Жеку понимаю, как бы их канал, они должны его развивать. Если они видят в этом путь развития канала, то только могу им пожелать удачи и пожать руку. У меня как бы и к ним никаких обидов нет. Я реалист, жестлый человек, я все понимаю, что и как делается в этом мире. Но с удовольствием бы с ними его что-то поиграл. Так что, если кто-то с ними общается, напишите им, я бы с удовольствием поиграл. Мне в основе своей они как бы в подвешенном состоянии все оставляют. Ты убрал количество подписчиков на Ютубе, что ты скрываешь? Нет, мне просто кто-то посоветовал убрать, типа что так, может быть, народ не будет называть меня накрутчиком и все в таком роде. Потому что люди, которые приходят впервые на канал, считают, что я накручиваю. Потому что 24 тысячи, а просмотров там максимум тысячи. Наверное, внешне это выглядит так, но я в своей жизни никогда ничего не накручивал. Так, а мне вот не нравятся эти ютуберы. Богдан, ну поэтому ты и админ на канале, а не бодиплей. Так, кто-то мне так и не пояснил, что за видео про это. Мне уж самому стало интересно, что за про это видео. Воспоминания о школьной жизни? Да куча. У меня, видите, я учился в частной школе. Может быть, вы меня посчитаете каким-нибудь этим сейчас мажором, но это не так. Я учился в классной школе, и у меня в классе было 10 человек. По крайней мере, выпускался 10 человек у меня в классе было. И с большинством из них я поддерживаю отношения. Близкие мои друзья, я практически там раз в месяц пересекаюсь с кем-то из них. Поэтому воспоминаний очень много. В основе своей воспоминания приятные. Есть, конечно, неприятные. Есть, за что стыдно. Иногда, знаешь, думаешь, просто какой был дурак, что делал. Но все мы были детьми, и главное из этого возраста выйти и вырасти. Самые яркие школьные воспоминания? Блин, и даже тяжело сказать. Ну, наверное, как у всех, там первая любовь. Наверное, вот это самое яркое воспоминание. Первое хочу, первое нельзя. Так, твоя самая первая игра. Ой, господи. Я вам даже сейчас скажу, что это за игра была. Я вам сейчас скажу, что это за игра. Знаете, такая игра была... Но не на компе, да? Знаете, первое, что я вспоминаю, это с PlayStation. Не, не с PlayStation. Что же я врую? Это на Dendy. Танчики, наверное, вот эти вот все вещи. Когда, помните, на картридже было там по 300 игр. Вот это мои первые игры. Да? Начало 90-х. Про что? Про это-то вы объясните мне. Пармуху, что ли, вы имеете в виду? Или это я такой испорченный? С чего начинается мое утро? С того, что я просыпаюсь, обнимаю, целую жену. Завтракаю. И в зависимости от тех дел, которые мне нужно сделать, ухожу. Еду по делам. Ну, иногда еще перед тем, как уйти, серии, которые я поставил на ночь рендериться, ставлю на загрузку на YouTube. Ну, так просмотрю какие-то новости, еще что-то. В туалет хожу. Представляете? Ладно, что, давайте попробуем еще этот момент пройти. А то что-то как-то вообще не смог. Что-то как-то вообще мне не нравится такой вариант. Я же в ваших глазах выгляжу рукожопом. А на самом деле я не такой рукожоп, как вы думаете. Дай я попробую этот момент пройти еще раз. Ну так, я не буду особо напрягаться, буду все равно у вас чат читать. Потому что я в первую очередь вижу смысл этих стримов именно в общении. Если вам это нравится, то я доказаю. Опять смоляют, смоляют опять. Короче, будем сидеть и потихоньку их усекать. Я не бодиплей, я не знаю. Я не помню, про что разговор был, поэтому более конкретно. Просто понимаете, когда я вырываю из контекста слова, мне очень тяжело понять, про что было до этого. Поэтому, если задаете вопрос, то пожалуйста, очень конкретно задавайте в одном сообщении. Мы в тебя верите? Да-да-да, Богдан, именно. Ты знаешь. Ты знаешь. Так, вот этот паренек, да, меня сейчас бесит? Бесил. Алмаз, задай еще раз в вопросе, я отвечу обязательно. Не стесняйтесь задавать вопросы несколько раз, если я не ответил или пропустил, или что-то. Еще раз, не стесняйтесь. Повторяйте, я отвечу обязательно. Мне вообще нравится с вами общаться. Честно, скажу. Мне кажется, у меня на канале самые адекватные, самые приятные люди собираются. Так, что у меня там по второму-то? Ага. Ладно. Все бы было хорошо, если бы не было так плохо. По той причине, что... Вот этот паренек меня бесит. Докинем, нет, как думаете? Потому что без него-то будет проще. Что, не докинул, что ли? Ой, не долетает. Да, не долетает. Прочечное видео на 25 подписчиков. А что, уже скоро? Я просто не следил особо. Мне кажется, мы очень долго еще к этому будем идти. Потому что, что-то в последнее время, я смотрю, вообще, вот песок нету. Ну, можно сделать. Предлагайте варианты, я могу сделать. Любой, какой вам понравится. И не тяжело. Даже приятно. Вместе с вами что-то отпраздновать, какую-то дату. Тебе нравится, как Дрейк меняет пушки. Я понял. О, мари, я первый раз вижу, чтобы они ложились. Ты прям удивил меня. Так, давайте будем вспоминать. Игроки появляются в следующий. Как только я убиваю этого, да? Не, я же не знаю, кто из вас... Просто я замечаю, что когда даешь какую-нибудь рекламу. И приходит новый человек, сразу... Или в личке мне пишут, или в комментариях. Типа, о, 100 просмотров. 20 тысяч. Накрутка, накрутка. Поэтому я и говорю. Это не частое сообщение, но бывает. Так, все, мазафака. Я очень... Я очень ворок. Я так ворок, что я могу... Я не могу... Сейчас новую поеду, смотри. Слушай, а я, по-моему, понял, в чем секрет успеха. Давай я за пушку сядем. Чего я раньше-то тупил? Идиота кусок. Давай, 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 давай. Да возьмись ты за пушку. Где они? Ну, видишь, в чем? Видишь, я вот это заметил только когда... С третьего раза. А до этого я такую элементарную вещь не заметил. Честно вам скажу, это все вариант прямого эфира. Серьезно могу сказать, когда я играю не на запись, я просто бог. Как-нибудь будет в выкинулом серии, когда я просто молчу. Ну, шучу, конечно. Вы же все все понимаете. Так, надолго вы будете еще идти, нет? Богдан, ты решил цитаты сегодня мои все кидать? Потом можно книжку. Что, все умерли, нет? Походу, все умерли. Пацаны, мы справились. Я долго шел к этому успеху. Спасибо моей маме, моему папе. Моему дедушке, жене. Богдану, наконец. Про марсианин я говорил в прошлом стриме. Если кому интересно, можете посмотреть. Там довольно подробно я про него говорил. Но если ты хочешь коротко, то мне понравилось. Скорее, скажем так, скорее, да, чем нет. А чем я это сделал, не знаю, но я это сделал. Так, сохранилку дайте мне какую-нибудь. Была сохранилка, нет? Кстати, Семен, побольше надо на канал вот этих монтажей. Я тебе честно скажу. Монтаж по сумму делал сам, да. С помощью Богдана и Максима, и Антохи. И всех админов нашей группы. То есть, я могу эти делать монтажи. Мне не тяжело. Друзья, у нас что-то с техническими проблемами. У меня просто программа, через которую я стримлю, просто вылетела с ошибкой. Я не знаю, в чем проблема. Но мы должны вернуться. Если все хорошо, то пишите. Все хорошо, и мы вернемся сразу же в игру. Жду первое сообщение, что все хорошо, и мы возвращаемся. Все хорошо. Сейчас я только проверю пару моментов. Потому что, мне кажется... В общем, я тогда прошу, знаете, что у вас? Не... Не подписывайтесь и не делайте донат, если вы хотите увидеть это на экране. Потому что, мне кажется, оно могло не активироваться. Но это только если вы хотите увидеть это на экране. Салли Ван Жив. Я не знаю, Нейт. А ты... Ты ему вообще доверяешь? Его не ведут под дулом пистолета. Да вижу я. Ну да, это странно. В общем, Салли, конечно, не безгрешен, но он не предатель. Куда они полетели? На север, вроде. Да, в сторону гор. Ясно. Значит, в монастырь. Идем. А если он правда работает на них? Либо спасем его, либо вломим ему. Хотя, знаешь, я и так ему вломлю. Так, мы возвращаемся. Про монтажи, да, я так понимаю, не договорил. Так вот, мне не тяжело их делать. Я сейчас думаю о том, почему у меня программа вылетела. Если это будет постоянно, мне это не нравится. Так. Они на лестнице. Здесь ничего интересного, да? Ну, вообще, я должен сейчас в шоке говорить. Салли жив? Салли жив? Ну, я об этом знал, поэтому... Для тех, которые... Ноушество. Я вам завидую. Так вот, про монтажи. Ждешь после... Сейчас, давай про монтажи, а потом про голодные игры. А то я сейчас сам голодный стану. Про монтажи. Мне не тяжело их делать, но мне нужны тайм-коды. То есть, предыдущие два монтажа мне помогал Богдан, Админ и Максим, Антон. Они мне давали тайм-коды, которые они считали интересными. Я уже из них делал нарезки. И, соответственно, делал те самые монтажи, склеил. Уже с какими-то вставками, как мне кажется. То есть, я стараюсь делать монтажи не просто, да, набор реплик, А чтобы это был как один единый ролик с каким-то началом, концом. Мне кажется, у меня это получается. Если нет, то напишите. Так вот, если вы не будете давать тайм-коды, То лепить мне их, в принципе, не тяжело. Это требует времени определенного. Но главная проблема это именно тайм-коды. Так, теперь что? Голодные игры. Я смотрел первую часть, я смотрел вторую часть. Если я не ошибаюсь, была еще третья. Я ее не смотрел. По-моему, она звала Сойка-перешмешница. И которую сейчас часть я тоже смотреть не буду, потому что не смотрел предыдущую. Потому что, мне кажется, уже настолько, Это все усы сцена из пальца. Честно. Одно и то же, одно и то же. Я не очень люблю, когда очень много частей, А сюжет продолжается один и тот же. Так. Что же я опять делаю? Играю, а сам думаю о том, почему у меня программа вылетела, И что сделать так, чтобы она не вылетала. Ладно, разберемся. Запись должна сохраниться, куда она денется? Если не сохранится, то ничего страшного. Кто хотел посмотреть, тот посмотрел. Так. Стрим еще будет идти недолго, поэтому Давайте с вами немножко игре уделим внимание. Но я все равно параллельно читаю ваш чат И отвечаю на вопросы, ребятушки. Вообще, мне очень нравится такой формат общения. Я прям получаю кайф от него. От живого общения. Как такое могло получиться? Видишь подпалины? Ага. Кто-то заложил здесь пороховой заряд И размест все на куски. Лучше смотри под ноги. Некоторые доски совсем трухлявые. Аааа! Елена! Я не удержу! Дай вторую руку! Да брось ты камеру! Черт! Ничего. Зараза! Ничего. Давай. Пойдем. Насчет тайм-кодов. Я имел ввиду, что не просто хаотично бросать тайм-коды, а организовать группу, которая этим занималась бы. То есть, инициативных людей выявить, чтобы они организованно это делали. То есть, не так просто там увидел одно место и сразу из него лепить. К этому надо подходить системно. Если у кого-то есть такое желание, то я только за. И всеми руками буду вам и помогать. И самое главное, не буду мешать. Так. По-моему, я отсюда пришел, нет? Клише. Ты про что? Про сто клише. Если меня кто-то слышит в моем эфире, опять произошла та же самая ошибка. В ней я буду разбираться уже после стрима, соответственно. И мне не нравится, что она повторяется. Поэтому давайте на этом игровую часть стрима закончим. И с вами еще буквально 5-10 минут пообщаемся по вопросам. И будем закругляться. Я уже буду разбираться, есть ли запись и все остальное. Запись может не сохраниться, потому что программа не просто приостанавливает трансляцию, она вылетает с ошибками. Вот поэтому и судьба стримов, и для меня пока туманна. По той причине, что я не люблю, когда все так. То есть вроде все налажено, все работает, но видите, есть какие-то проблемы. С чем они связаны, разобраться могу только уже после. Да и смогу ли разобраться, вот в чем вопрос. Дедос? Не знаю. Сомневаюсь, что есть у кого-то цель меня дедосить. Так, во сколько ты приобрел свой первый личный ПК? Не, ну пока, видите, я как бы рос с братом, пока мы как бы каждый по своей семье не разошлись. Поэтому компьютер персональный у нас был довольно-таки давно. Но, то есть, как-то пошли там, я даже сейчас помню, как сейчас помню, Пентиум 586 был первым моим компьютером. Ну, первым нашим компьютером. А там уже дальше понарастающий, понарастающий, понарастающий. Да, про дедос я понял, что шутка, я просто тоже, просто тоже с серьезным лицом пошутил. Я приношу официальные извинения. Меня, вы знаете, я очень не люблю, когда что-то в техническом смысле, какие-то неполадки. Меня, значит, сейчас открою вам опять же секрет. Меня очень бесит, что у меня сейчас какая-то проблема с платой Авермедиа. То есть, Ведьмак, если кто-то может заметить, может, если не заметил, то сейчас начнет замечать. Есть немножко проседания FPS записи. По той причине, что я всегда писал в 30 кадрах и рендерил в 30 кадрах. Сейчас почему-то моя плата, независимо от того, что я с ней делаю, пишет 25 кадров. Соответственно, я и рендерил тоже в 25 кадрах, потому что несоответствия смысла нет. Кадры все равно будут те же самые. И хоть убейся, что все свободное время, которое у компьютера, трачу на то, чтобы разобраться в этой проблеме, ничего не понимаю. То ли что-то в программной части, то ли в аппаратной. Опять же, буду разбираться. Тут сейчас проблемы со стримом. Прямо технические проблемы что-то меня преследуют. Они меня выбивают эскалипт, потому что я такое не люблю. Я люблю К-качество. Вроде все должно быть хорошо, а нет. Какая-нибудь гадость тебя подведет. Так, ну давайте. У вас еще есть буквально 5 минут, чтобы задать свои вопросы. Если у вас есть желание. Если нет, то будем закругляться. Пошите. Пошите письма мелким почерком. По планам, если кто-то хочет спросить меня, то сейчас допройду Ведьмака. Дозапишу. Ну, соответственно, Assassin's Creed выйдет. Начнем. Может быть, даже в стримовом плане. Посмотрим, как если такая же проблема будет, то, конечно, мы перейдем обратно на YouTube. И какой-нибудь хоррор ближайший. Ну, наверное, в октябре точно какой-нибудь небольшой хоррор. Мы поиграем. Залагал на слое секреты. Да, это кодовое имя. Секреты. Сразу подрубается АНБ, ЦРУ, КГБ. И все начинают вырубать мой стрим. Это знаете почему это? Потому что я очень много раскрыл секретов YouTube. Именно поэтому меня и вырубили. Стрим получился коротким по той причине, что поздно начали. По-моему, времени. У меня сейчас уже 12-й час. Завтра рано вставать. Хочется еще немножко поваляться. Крашится программа. Да, именно не запись крашится, не... Крашится сама OBS. Я стримлю через OBS. Я так понимаю, что проблема с оперой и с программой связана, видимо, именно с программной частью на самой системе. Посмотрим. Разберемся. 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 Пока, Асадат. Пока. Ну все, ладно, хорошо. Вопросов не вижу, поэтому давайте на этом закончим. Получилось скомканно. Но в любом случае я получил удовольствие. Мне с вами в прямом эфире общаться. Именно это одно удовольствие. Поэтому я как бы не прекращаю попытки эти стримы наладить. Главное ли я у себя на районе? Понятно дело, все под меня. На пенек сел, полтинник положил. Пау. Сейчас пойду соберу всех, Дань. Ну все, ребят. Всех люблю. Всех целую. Завтра смотрите две серии Ведьмака. Будет интересно, поверьте мне. С вами был Дань Бедиплей. Все, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok